Девушки отдыхают Вознесение Иисуса Христа на небо – одно из главных событий священной истории. После Вознесения, видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. В православном календаре Вознесению посвящен отдельный праздник. Он отмечается на сороковой день после Пасхи. События Вознесения описаны в Евангелии и деяниях святых апостолов. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали в храме, прославляя и благословляя Бога. Иерусалим с великою радостью, Иерусалим с великою радостью, Иерусалим с великою радостью, Православные христиане отмечают праздник Вознесения Господня. Об истории и значении этого праздника мы будем говорить сегодня с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, Владык. Добрый день. Вознесение Иисуса Христа на небо – одно из главных событий священной истории. С какими событиями оно связано? На сороковой день после Пасхи ученики увидели, что Христос возносится с горы Илеонской на небо. И они удивились, когда он им говорил, приходите к Галилею, там меня увидите. Но это же было единственный раз в истории человечества Вознесения Господа. И они, конечно, когда пришли, некоторые его видели после воскресения, потому что он являлся учеником в течение этих сорока дней. А вид его был изменен. И поэтому его узнавали только по его словам, по его делам, как он преломлял хлеб, как он показывал свои язвы от гвоздей, от копия. А когда пришли на гору, то пришли уже, наверное, все ученики собрались, которые ходили. Мы знаем, что это были сотни людей. То некоторые поклонились, а некоторые усомнились, говорит Евангелие. Он ли это, тот ли, который был их учителем, ходил, их кормил, исцелял, проповедовал. Но в этот день закончилась его земная, его земной путь, его, то, на что он был послан Богом Отцом. Все то, что нужно было для спасения человечества, было сделано. Оставалось только еще одно. Он сказал, чтобы они собрались все вместе и ждали сошествия Святого Духа. Это произошло в 50-й день, и мы будем праздновать это как праздник Святой Троицы. А на Вознесении Господь, вот на горе Елеонской даже есть, сохраняется камень, на котором есть отпечаток стопы спасителя. И те, кто приезжает в Иерусалим, обязательно ходят на Елеонскую гору, где в часовне, которая, кстати, принадлежит мусульманам, можно прийти и поклониться стопе спасителя, который вознесся от нас на небо. После своего воскресения Спаситель не оставил мира, но пребывает в Нем в Святом Духе. Праздник Вознесения – это праздник неба, открытого человеку, небу, как новому и вечному дому. Праздник полного освобождения от страданий. Праздник Вознесения – это праздник неба, открытого человеку, небу, как новому и вечному дому. Праздник Вознесения – это праздник неба, открытого человеку, небу, как новому и вечному дому. Праздник Вознесения – это праздник неба, открытого человеку, небу, как новому и вечному дому. Праздник Вознесения – это праздник неба, открытого человеку, небу, как новому и вечному дому. Праздник Вознесения – это праздник неба, открытого человеку, небу, как новому и вечному дому. Праздник Вознесения – это праздник неба, открытого человеку, небу, как новому и вечному дому. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Нет, он именно своей жизнью показал то, что учение его можно воплотить в своей жизни. И вот я всегда говорю, что святые отцы для богослужения, для жизни христианской ничего не придумали. Они все брали с первого образа, с того, как жил, как делал сам Господь Иисус Христос. Он говорил о том, что необходимо покаяние, что Царство Небесное, оно доступно каждому человеку, независимо от звания, общественного положения. И он даже говорил о том, что оно закрыто для умных и разумных, что им трудно это понять разумом. Человек постигает это внутренним пониманием, что действительно перед ним Бог, что это действительно правда. Ведь все мы хотим быть свободными, счастливыми, богатыми. А Господь говорит о других совершенно ценностях, о духовных. Он говорит, что свобода тогда у человека бывает, тогда он приобретает свободу, когда он познает истину. А истинную он называет себя, что он путь истинной жизни. Вот, казалось бы, надо определить свой жизненный путь, найти цель, смысл жизни моей, короткой земной жизни. Если мы находим Христа, то мы находим и вечную жизнь, находим спасение. И, конечно, с одной стороны, мы знаем, что святые отцы, они жили в подвиге, они жили в молитве. Да, грех не может побороть человека, и человек не может потерять образ Божий, а наоборот приобретает, если он исполняет заповеди Божии. Но в то же время Господь говорит, достаточно подать чашу холодной воды, достаточно принять странника, достаточно ли дать одежду человеку, не имеющему одежду, накормить холодного. То есть, вот эти даже простые вещи, которые мы сейчас называем социальной работой, она не только для специалистов социальной службы, помощи, а для каждого из нас. Вокруг нас живут люди. И это еще не обязательно искать где-то нищих и все. Даже мы должны замечать своих родителей, своих детей. То есть, человек не должен быть эгоистом. Оказывается, вот такой человек с широкой душой, с теплым сердцем, с добрыми руками. Он нужен Христу, он, так сказать, может прийти к Богу, к Царству Небесному. Еще здесь, на земле. И вот Господь об этом всегда говорил ученикам Своим. Хотя сам он жил в строгом подвиге. Он никогда себя не жалел, никогда, так сказать, не давал себе поблажек. Потому что к аскетам грех не приближается. Он от них уходит. Наш противник, враг рода человеческого, он очень любит комфорт, изнеженность. Любит, чтобы мы отдыхали, чтобы мы нежили себя, тешили себя. Обязательно отдавали большую часть времени в своей жизни удовольствием различным. И тогда, конечно, мы не задумываемся о духовной жизни. Человек постепенно, который не думает о духовном, не ищет Христа, он постепенно материализуется. И становится подобным животным. Он живет по инстинктам своим. Ну, конечно, это животное, но разумное животное. Но этот разум не служит ему к поиску Бога. Этот разум не дает ему философски мыслить. Он, наоборот, ищет то, что земное, временное. И посмотрите, когда солидные ученые сидят, разговаривают, о чем они говорят? Вот как бы всех накормить? Как бы всех одеть и обуть? Да, это нужно. И человек в первую очередь ищет этого. А Христос говорит, нет, прежде всего ищите духовное. И вот я сейчас очень рад тому, что стратегия национальной безопасности, которая была принята 31 декабря 2015 года, записана. Приоритет духовного над материальным. И это очень важно. Песня. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон.